Здравствуйте! В очередном выпуске программы мы подготовили обзор происшествия недели, собрали статистику правонарушений и преступлений прошедших месяцев, узнали информацию для тех, кто собирается поступать в вузы системы МВД. Обо всем этом и не только в подробностях прямо сейчас. За 10 месяцев 2015 года в Солигорске зафиксировано снижение количества случаев обращений и заявлений граждан на 11%. В этом году обращались за помощью к милиции 18 тысяч раз. Именно столько заявлений зарегистрировано. На нарушителей составлено более 10 тысяч протоколов. Об оперативной обстановке в регионе наш следующий материал. Итак, в Солигорском районе на сегодня возбуждено порядка 1300 уголовных дел. В целом, можно сказать, что общее количество уголовно наказуемых деяний у нас снизилось. 1255 фактов зафиксировано. Это меньше прошлогодней цифры примерно на 5,5%. Количество преступлений, относящихся к категории тяжких и особо тяжких, уменьшилось незначительно. С 50 до 47 фактов. Раскрываемость составила более 90%. Уменьшилось и число грабежей с 47 до 38. С начала года в районе произошло чуть более 500 краж имущества всех форм собственности. Это на 22% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Вместе с тем увеличилось количество убийств с 3 до 4. Причинение тяжких телесных повреждений с 11 до 16 фактов. Мошенничеств с 14 до 48. И хулиганств с 37 до 52. Угонов автомобилей с 15 до 19 фактов. По линии наркоконтроля и противодействия торговли людьми выявлено такое же количество преступлений, как и в 2014 году. 107. Но из них 39 из категорий тяжких и особо тяжких. А в прошлом году в этой категории было выявлено 25 преступлений. В сфере экономики выявлено 57 преступлений, в том числе 36 категорий тяжких и особо тяжких. В прошлом году их было 18. В сфере семейно-бытовых отношений в этом году также наблюдается рост с 4 до 14 преступлений. Для принудительного лечения в ЛТП изолировано 103 человека. Из них 18 женщин, 54 – жители Солигорска и 49 человек из сельских населенных пунктов. Сотрудниками милиции изъято почти 130 литров самогона, более 1000 литров браги и 3200 литров спирта, спиртосодержащих жидкостей и иных фальсифицированных спиртных напитков. Изъято и уничтожено 23 самогонных аппарата. Дорожная обстановка в регионе. С начала года произошло 47 аварий, в которых погибли 8 человек и получили травмы 48. В состоянии алкогольного опьянения на территории района совершено 5 ДТП. И, кстати, с начала 2015 года в состоянии опьянения за рулем задержано 263 человека. Это немало, но в целом меньше, чем на эту же дату прошлого года. Тогда в сводках фигурировала цифра 322. Также сегодня задержано и 30 повторников. Многие из них уже предстали перед судом и лишились своих автомобилей. Обзор событий субботы 28 ноября. Массовые драки, кражи и семейные скандалы. Наша съемочная группа, как обычно, дежурила вместе с правоохранителями. В начале вечера уже по традиции в городе все было спокойно. Рация молчала, правонарушителей также нигде не было. Дежурные сутки начались спокойно. В районе 8 часов вечера встречаем первого для нашего экипажа нарушителя. В магазина «Народный» за ограждение держится обеими руками сильно нетрезвый мужчина. А без поддержки забора его походка совсем не твердая. Как оказалось, сотрудники милиции с ним уже знакомы. Не так давно он уже попадался нетрезвым. Вот и в этот раз дорога ему в специзолятор, где он, кстати, тоже оказывается первым в этот вечер посетителем. Пока идет оформление доставленного, дежурный сообщает о краже велосипеда из подъезда по улице Заслонова. Женщина буквально на час оставила его без присмотра, и вот итог. На место происшествия отправилась следственно-оперативная группа выяснять обстоятельства пропажи и приметы украденного велотранспорта. Буквально за час, пока я зашла. Ну, кто-то из своих, потому что кто сюда вот прямо... Группа остается, а мы отправляемся патрулировать улицы, и в одном из дворов по улице Ленина обнаруживаем двоих мужчин, один из которых уже употребил алкоголь. Наш приезд прервал их начавшееся застолье. Доставив задержанного в отдел, отправляемся на поступивший вызов о драке у кафе Терем. Там уже несколько нарядов, задержанных немало. Одного увозит скорая, у парня вроде как перелом челюсти. Остальных участников потасовки развозят. Потрезвее в отдел, в алкогольном опьянении, в специзолятор. Пока идет оформление задержанных, вновь сообщение о драке. И снова Терем. На этот раз участников драки намного больше. Некоторые оказывают неповиновение и сотрудникам милиции. Они в специзолятор отправляются уже в наручниках. А в специализированном изоляторе уже полным-полно людей. Отовсюду сотрудники департамента охраны. Участковые, патрульные привозят нарушителей. Некоторым придется здесь задержаться до отрезвления. Конечно, я убью. Шум в отрезвителе неимоверный. Даже в палатах многие продолжают буянить. После полуночи наступает время вызовов на семейные скандалы и шумных соседей. Выходные дни и ночи не все проводят в спокойной обстановке. Понятие об отдыхе у каждого свое. Но и расплачиваться за шумный отдых и бытовые ссоры каждому приходится тоже по-своему. Например, официальным предписанием или штрафом. Выходные дни 28 и 29 ноября спокойными назвать сложно. Работы у правоохранителей хватило до утра. В целях усиления защиты пожилых граждан от противоправных действий с 1 по 5 декабря в Минской области проходит специальное комплексное мероприятие «Внимание, возраст», в ходе которого сотрудники милиции посещают одиноких и одинокопроживающих пожилых граждан. Особое внимание милиционеров уделено не только одиноким и одинокопроживающим, а также пожилым, проживающим с гражданами, в отношении которых осуществляется профилактический учет и профилактическое наблюдение. Кроме того, с целью предупреждения фактов мошенничества, связанных с предстоящей динаминацией, сотрудниками милиции будет проводиться информирование пожилого населения о достоверных датах динаминации, а также способах защиты от противоправных действий мошенников. В 2014 году вузы системы МВД выбрали 9 солигорских абитуриентов, а в этом году в Солигорский районный отдел внутренних дел обратилось уже 4 кандидата для поступления. Мы собрали информацию, которая будет интересна поступающим в вузы МВД. Для абитуриентов учреждения образования системы МВД вступительная кампания уже началась. Для тех, кто желает поступить в Академию МВД или Могилевский институт МВД, в срок до 15 апреля необходимо обратиться в отдел кадров Солигорского РОВД. Непосредственно в данной конкурсной основе могут участвовать граждане Республики Беларусь, которая исполнилась, либо исполняется в году поступления 17 лет, но не старше 25 лет. И с уровнем образования можно поступать как раз средним, среднеспрофессиональным и плюс среднеспециальным образованием. Академия МВД в этом году, как и в прошлом году, осуществляет набор на следующий факультет. Первый факультет милиции. Они готовят специалистов оперативно-розыскная деятельность, административно-правовая деятельность и экономическое право. И еще два факультета есть в Академии. Это следственно-экспертный факультет, который, как правило, готовит сотрудников для следственного комитета, и уголовно-исполнительный факультет для непосредственно департамента исполнения наказаний. В Могилеве есть только факультет милиции, где обучение идет по двум специальностям. Правовое обеспечение общественной безопасности и правовое обеспечение оперативно-розыскной работы. Обучение в этих двух вузах – четыре года. В этом году, с 1 августа, в системе МВД Беларуси появилось еще одно учреждение образования – специализированный лицей МВД. В этом году на конкурсной основе мы набираем юношей, окончившие шестые и седьмые классы, для поступления в данный специализированный лицей. Прием в данное учреждение образования будет осуществляться путем вступительных испытаний, но предварительно всем поступающим в данное учреждение образования необходимо будет пройти медицинское обследование и пройти уровень физической подготовленности. В последующем, при положительном прохождении данного первого этапа вступительного, они сдают два вступительных испытания. Это сдают русский-белорусский диктант и математика, сдают контрольное задание. Более детальную информацию абитуриенты могут получить в кадровом подразделении Солигорского РОВД по адресу Козлова, 64, либо на официальных сайтах учреждений образования. Статистика оперативных сводок. За неделю в дежурную часть Солигорска поступило более 300 звонков и сообщений от населения, из которых о преступлениях порядка 40. Правоохранителями по линии розыска возбуждено 17 уголовных дел, по линии других служб – одно. Раскрыто по всем категориям – 10. В районе скончались 12 человек. Задержаны трое водителей в состоянии алкогольного опьянения. В специзолятор для отрезвления были доставлены более 30 человек. В милицию за различные административные правонарушения, а также по подозрению в совершении преступлений – 73 человека. Мы благодарим оперативно-дежурную службу за предоставленные нам данные. Мы продолжаем следить за оперативной обстановкой в регионе. Каждую неделю готовы предоставлять вам только проверенную информацию и достоверные факты. На этом у меня все. Следите за выходом программ в эфире нашего телеканала и в интернете. Место происшествия на сайте stcdfestiv.by и в группах СТК в социальных сетях. Спасибо, что смотрели нас. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok